И всем привет, друзья, с вами Кратофан, и это пятая часть гайда по муду Create на версию 1.21. Но перед началом просмотра обязательно подпишись, поставь лайк, напиши комментарий, нажми на колокольчик, и также подпишись на телеграм и дискорд, там все новости. Ну а мы начинаем. Далее, что мы рассмотрим, это аналоговый рычаг. Делается он довольно просто, из палки и также андозитового корпуса. Что такое этот аналоговый рычаг? Это очень похоже на обыкновенный рычаг, но с исключением того, что он может выдавать аналоговый сигнал. То есть не цифровой 0 к 1, а уже более такой варьированный, то есть от 0 до 15 силы редстоуна. Давайте мы сейчас это проверим. Нажмем ПКМ один раз, теперь нам показывают очки наши, что здесь сила 1 из 15, и загорается одна пылинка редстоуна. Нажимаем второй раз, вторая пылинка редстоуна загорается, а эта становится чуть ярче. Ну и так можем делать до 15, но мы можем также снижать. Как это делать? Просто Shift плюс ПКМ. И таким образом у нас снижается сигнал. Далее умная рамка. Она делается из рамки и также латунного листа. Что такое эта умная рамка? Очень похоже на обыкновенную рамку, ее можно поставить вот так, можно поставить вот так, и в нее можно положить предметы. И попробуем его покрутить, ничего не делается, потому что здесь крутить нельзя. Но мы можем тыкнуть ПКМ. Смотрите, мы сейчас тыкаем ПКМ голой рукой, допустим дернам, ничего не происходит. А если мы возьмем железный слиток и тыкнем ПКМ, тогда у нас издастся сигнал такой и выдастся редстоун сигнал. То есть если мы сюда подадим, давайте проверим, опа, выдается вот такой редстоун сигнал на протяжении где-то полусекунды. Где это использовать, допустим, в каких-нибудь пин-кодах. Далее редстоуновый повторитель импульса. Он делается из любого камня, редстоун факела, латунного листа и также редстоуновой пыли. Что такое этот редстоуновый повторитель импульса? Смотрите, мы его когда поставили, здесь будет два тика. Мы можем эти тики менять. Ну, давайте, допустим, сделаем вот секунду одну. Поставим здесь кнопку, тыкни на нее. Здесь подается сигнал и через секунду, здесь смотрите, так катушка загорается, загорается и выдает импульс. Импульс на протяжении одного тика, вероятно, или около того. То есть, как бы, его хватает, чтобы что-то активировать. Вот у нас, то есть, 40 тиков, тыкн, пкн, и теперь через 2 секунды, вот, катушка загорается и выдает импульс. Если здесь будет рычаг, то все равно импульс будет такой же очень быстрый. Далее редстоуновый удлинитель импульса. Делается из трех камней, двух редстоуновых и киллов, латунного листа и также редстоуновой пыли. Эта штука очень похожа на предыдущую, за исключением того, что работает чуть-чуть иначе. Давайте поставим здесь редстоун, здесь рычаг, подадим сигнал. И здесь у нас секунда, то есть 20 тиков. И смотрите, мы подаем сюда сигнал, и этот сигнал у нас будет всегда, пока активен этот рычаг. Если мы его выключим, то через секунду наша катушка потухнет, и сигнал прекратится. Если здесь будет, допустим, опять же, 2, нажимаем на рычаг, сигнал сразу же поступает. Теперь выключаем, 2 секунды ждем, и редстоун уходит. Далее питаемый рычаг-переключатель. Делается из трех камней, рычага и также редстоун-факела. Поставим его в мире и активируем при помощи рычага. Все, смотрите теперь, что у нас происходит. Здесь выдается сигнал, и он бесконечно. То есть здесь у нас как бы рычаг такой вот активировался, потому что здесь мы подали сигнал для этого рычага, так сказать. И он бесконечно активен. Теперь если мы сейчас нажмем еще раз на рычаг, то есть подадим сюда еще один сигнал, он выключится. То есть мы включаем, допустим, здесь у нас была бы кнопка, опять же кнопка, все отлично, здесь у нас сигнала нету, теперь есть. Очень удобно, заменяет довольно громоздкие механизмы из обычного Майнкрафта. Далее питаемый рычаг. Делается из трех камней, двух редстоун-пылинок, рычага и также редстоун-факела. Данный питаемый рычаг очень похож на свой предыдущий. Питаем рычаг-переключатель, за исключением того, что здесь мы можем подавать сколько угодно сюда от редстоуна, и он не выключится. То есть здесь он с этой стороны включается. Чтобы его выключить, надо подать редстоун-сигнал либо же здесь, либо же здесь. Давайте это сделаем, все, он выключается. Подаем сюда, он не включается, сюда подаем, он включается. Далее пороговый переключатель. Он делается из редстоун-компаратора, латунного корпуса и также электронной лампы. Данный пороговый переключатель поможет нам считывать данные из сундуков, либо же любых других блоков, которые могут хранить какую-либо информацию в себе. Ну, в данном случае это айтемы. То есть смотрите, у данного порогового переключателя есть, так сказать, лицевая сторона, где он будет считывать. То есть вот здесь мы ставим сюда сундук. И, допустим, сюда положим давайте стак золота. Теперь зайдем в данный пороговый переключатель. Здесь у него показывается, таких вот три есть крутилочки. Две из них мы можем крутить, а третья, она показывает как раз-таки сколько сейчас в нашем сундуке предметов находится. То есть смотрите, сейчас здесь у нас ноль. Положим давайте сюда вот так вот как-нибудь. И теперь здесь у нас сундук заполнился. Теперь смотрите, сверху мы с вами настраиваем порог как раз-таки тогда, когда будет включаться данный пороговый переключатель. То есть если сейчас мы снизим вот эту вот стрелочку до нашего сундука или даже чуть-чуть ниже, он выдает у нас редстоун-сигнал. Потому что сейчас вот этот вот сундучок перекинулся вниз, ведь его эта стрелочка, она была достигнута и перекинула вниз. Теперь, чтобы редстоун-сигнал выключился, нам нужно здесь настроить нашу стрелочку, которая будет показывать порог, допустим, вот 10%, когда будет наверх уже, то есть выключаться. То есть сейчас, когда мы с вами оставим 10% и меньше в нашем сундуке, он переходит вверх и редстоун выключается. Это можно сделать, допустим, в таких механизмах, где в ваш сундук поступает много всяких предметов. И чтобы он не переполнился, допустим, какая-то конверная лента выключается, либо аж целый завод, и отсюда начинается выкачка предметов. Потом, когда она выкачалась до определенной степени, завод снова включается и закачивает все в сундук. Далее умный наблюдатель. Он делается из электронной лампы, латунного корпуса и также наблюдателя. Умный наблюдатель очень похож на своего предшественника. Наблюдатель. Но теперь в нем у нас есть аж целый фильтр и вообще он умнее. В общем-то, смотрите, сейчас мы давайте поставим здесь сундук и сюда положим, допустим, золотые блоки. Он выдает сигнал. Что сделает, чтобы он не выдавал, это забрать отсюда блоки. То есть, когда сюда любой предмет поступает, он сразу же выдает сигнал. Сюда мы можем также поставить фильтр. Допустим, сюда давайте золото. То есть, теперь здесь мы видим золото. Это означает то, что он будет считывать только золото. Сюда положим сундук. Ничего, если золотой блок, то он выдает сигнал, даже если одну штучку положили. Также он может считывать не только из сундуков, но и, допустим, даже из обычного мира. Вот мы сюда поставили золотой блок и выдается сигнал. Он может также считывать, допустим, из конвейеров, даже из труб. Если, допустим, сюда поставить ведро воды и труба, которая будет перед ним, и в ней будет поступать вода, тогда он выдаст тратс-тоун сигнал. Далее рассмотрим редстоуновый передатчик сигнала. Делается он довольно просто, из латунного корпуса и также редстоунового факела. Делается он просто, но на деле он очень-очень-очень полезный. Поставим одну штучку и вторую, допустим, где-нибудь здесь, потому что они работают попарно, либо же, допустим, один выдает там сигнал 10, 20, сотням таких вот передатчиков. Как это работает? У них есть два режима, смотрите. Если мы сейчас нажмем Shift плюс ПКМ, тогда мы сделаем на прием. Если есть такая антенка, значит на прием. Если вот так, значит на передачу сигнала. То есть, допустим, здесь у нас будет передача, а вот здесь давайте прием. Все. Теперь, если сейчас мы активируем его, тогда у нас передается сигнал сюда. Но что делать, если у нас, допустим, есть два приемника? Вот здесь еще у нас есть вот такой вот так, вот такой вот. И мы хотим, чтобы, допустим, вот этот вот активировался и загорался только вот этот, а этот не загорался. Для этого есть у них официальные фильтры, а именно частоты. Есть частота 1, частота 2. Данные частоты позволят вам вообще, наверное, абсолютно бесконечно создавать различные вариации ваших механизмов. Потому что мы можем сюда поставить, допустим, на частоту 1 редстоун пылинку, сюда также на частоту 1 редстоун пылинку, и тогда они будут связаны и будет передаваться только сюда сигнал. Вот, то есть, только они активируются. А здесь у нас как бы связь пустота-пустота, и здесь пустота-пустота. Соответственно, они одинаковые, и здесь также передается сигнал. Это крайне удобная вещь, позволит вам очень сильно сократить затраты редстоуна, пространства и вообще вашей психики в любом механическом деле. Далее контроллер связей. Делается он из шести деревянных кнопок и также редстоунного передатчика сигнала. И он будет у нас работать в паре как раз-таки с редстоунными передатчиками сигнала, а именно на прием. Допустим, представим такую ситуацию. Здесь у нас частота 1 дерн, а здесь частота 2 дерн. Делаем их на прием. Все. Теперь смотрите, мы берем с вами контроллер связей. Это такой предмет, который мы можем держать в руке. Все отлично. Нажимаем ПКМ. И смотрите, у нас есть следующие кнопки. Вперед, назад, вправо, влево, пробел и shift. Вот, то есть у нас есть всего шесть кнопок, которые мы можем запрограммировать. Как это сделать? Нажимаем shift плюс ПКМ по воздуху, и тогда у нас здесь активируется как раз-таки настройка наших частот. То есть вот частота 1, частота 2. То есть это клавиша вперед. Давайте сделаем, допустим, вперед вот так вот частоту 1. Допустим, давайте shift. У нас будет дерн, частота 2. То есть сейчас наши два этих переключателя, тыкаем ПКМ, они будут активироваться. То есть вот вперед я нажал, этот активировался, отжал, дезактивировался. Нажал на shift, активировался этот. Также данный вот контроллер связи можно поставить на кафедру. Вот таким вот образом подойти к этой кафедре, тыкнуть ПКМ и также управлять. Всем очень удобно. Чтобы выйти, надо просто тыкнуть еще раз ПКМ. Далее газоразрядный индикатор. Делается из двух электронных ламп. Получаем аж целых 4 штуки. Что такое газоразрядный индикатор? Он, во-первых, может нам показывать, сколько на него подается рацион сигналы силы. Допустим, сюда поставим аналоговый рычаг. Сделаем силу 1. Он переключился на 1. Давайте сделаем, допустим, силу 12. Он переключается на 12. Это можно таким образом, допустим, сделать нумерацию этажей. Вы можете сделать так, смотрите, поставим сюда, допустим, несколько газоразрядных индикаторов и тыкнем просто-напросто биркой. И все, теперь здесь у нас написалось подпишись. Кстати, да, обязательно подписывайтесь. Далее редстоуновый фонарь из розового кварца. Делается из полированного розового кварца, цинкового слитка и также редстоун пылинки. Это светильник, который активируется. По нажатии, допустим, кнопки, то есть подаем на него редстоун сигнал, он активируется, начинается светиться. Как его выключить? Мы нажимаем еще раз, не выключается. Для того, чтобы его выключить, надо поставить рядом еще один редстоунный светильник и подать на него редстоун сигнал. И тогда прилежащие к нему блоки выключатся, а он сам включится. То есть такая вот интересная и, наверное, не совсем понятная вещь, потому что где это применять, честно, я пока не знаю. А также мы можем поставить к нему редстоун компаратор. И он будет выдавать сигнал различной мощности в зависимости от того, где будет гореть данный светильник. Далее механическое табло. Оно делается из двух эндозитовых сплавов и также электронной лампы. Механическое табло это очень интересная и красивая вещь. Во-первых, это является, грубо говоря, мультиблочная структура. То есть она может работать как одна, так и вот таким вот огромным пластом. Чтобы она вообще заработала, нужно у нее будет подать, естественно, кинетическую энергию. Давайте сделаем побольше, чтобы она все крутилась, вертелась и великолепно работала. Во-первых, на это табло вы можете просто вывести при помощи обыкновенной бирки. Вот таким вот образом. Допустим, подпишись. Вот здесь подпишись. Здесь подпишись. То есть на каждом табло есть две строчки. Также эти надписи вы можете покрасить любым красителем. Допустим, как-нибудь вот так вот, чтобы красивенько все было. На самом деле это табло может быть намного более информативным со следующим прибором. А именно это передатчик информации. Он делается из редстоун-факела, латунного корпуса и также медного листа. Что такое передатчик информации? Он может у нас передавать информацию на любое табло, либо же газоразрядный индикатор, допустим. В общем-то, туда, куда можно будет вывести текст. Мы текнем, допустим, ПКМ. Давайте текнем ПКМ по табло. Оно все у нас выделяется. То есть сейчас показывается то, что данное табло будет у нас как интерфейс для вывода информации, который будет считываться данным считывателем информации. Считывать информацию может, допустим, с депо. Давайте мы поставим его на депо. Успешно привязан к целевой позиции написано. Все. Теперь давайте здесь мы сотрем вот эти вот надписи. Просто ПКМ, пустой рукой. И сюда поставим на депо, допустим, хочу картофель. Сюда вот, то есть, кладем. И вот оно вывелось. Шикарно. Смотрите, у этого вот счетчика информации есть настройки. То есть здесь мы можем поставить, куда будет, на какую строку из шести. Потому что сейчас у нас там шесть строк. Соответственно, здесь у нас есть шесть строк на выбор. Куда будет это все выводиться. Также можем здесь выбирать параметры. То есть название предмета выводить. Потому что депо нам позволяет только название предмета выводить. И также добавочную надпись. Допустим, мы сюда можем написать лежит. Все. Смотрите теперь, что происходит. Здесь у нас написалось лежит. Здесь у нас, по-моему, двойной пробел. Не надо было здесь пробел писать. Так, еще раз проверяем. Да. То есть мы его убираем. Картофель убирается, а лежит так и остается. Допустим, сделаем газоразрядный индикатор. Сейчас он здесь выведется. Газоразряды. И там у нас не хватает места, но все равно выводится. Далее часы с кукушкой. Они делаются из доски, андозитового корпуса и также часов. Что это такое? Довольно бесполезная вещь. Она запитывается сзади при помощи любой кинетической энергии. И она будет в полдень и также перед сном. То есть перед тем, как вы можете ложиться спать. Кукушка здесь такая будет вылетать. И кукушить. Опа. И вот кукушка отсюда выходит. Такая вот свинюшка. Кукушка-свинюшка. И сигнализирует нам о том, что сейчас полдень. Далее жезл симметрии. Он делается в механической сборке. Механическом крафтере. Из обсидиана, латунного слитка, точного механизма, эндр-жемчуга и также трех стекляшек. Делается довольно дорого, но эта штука очень полезная. Смотрите, мы можем тыкнуть ПКМ по воздуху, ничего не происходит. Но мы можем тыкнуть Shift плюс ПКМ по воздуху. И тогда у нас откроется настройка данного жезла. У него есть три режима. Одинарное, двойное, тройное. Давайте рассмотрим одинарное. Мы можем сделать вдоль Z, оси Z и вдоль X. Давайте сделаем, допустим, вдоль Z. Тыкаем ПКМ по земле. И здесь располагается такое зеркало. Теперь начинаем строить что-нибудь здесь. И смотрите, оно зеркалится. То есть сейчас у нас вдоль оси Z зеркалится. Ломаем здесь, все ломается. Ломаем здесь, ломается с другой стороны. Очень удобно. Тыкаем ПКМ по воздуху, эта штука убирается. Теперь давайте рассмотрим второй режим, двойное. То есть здесь у нас есть также теперь ориентация перпендикулярная и диагональная. Давайте сделаем перпендикулярное. Тыкаем сюда. И теперь внимательно смотрим. Сюда ставим, сюда ставим, сюда ставим. И оно буквально вот так вот по углам настраивает еще другие такие же блоки. Естественно, они будут у вас также тратиться. То есть это не бесконечные блоки. И, наконец, последний режим, тройное. Здесь у нас только одна ориентация, это горизонтальная. Ставим тройное и смотрим просто, что происходит. Сюда поставили блок, сюда поставили блок, сюда поставили. И оно буквально вот так вот очень красиво все разрастается. Прям как будто я даже строитель какой-то. То есть вообще круг тут на изи построить. Ну и, наконец, самая читерная вещь в данном моде, которая никак не крафтится. Это творческий редактор мира. Берем эту штуку в руки. И сразу же видно то, что это что-то внеземное. Такое бесконечное. И вообще не крафтящиеся. Смотрите, если мы сейчас нажимаем Shift плюс ПКМ, тогда у нас строится такая менюшка. Довольно сложная, но на самом деле нет. Эта штука позволит вам строить, редактировать мир. То есть здесь вы можете строить кубы, сферы, цилиндры, поверхности и скопления. Давайте, допустим, сделаем сферу. Сферу можем сделать радиус различный до 10 и от 0. Попробуем сделать сферу, допустим, радиусом 2. А также здесь у нас есть заполнение. То есть у нас есть полное заполнение, шахматный порядок, обратный шахматный. 25%, 50% от сферы будет заполняться. 75%. Давайте сделаем, короче, полное заполнение. И также инструменты заполнить, поставить, заменить, очистить, наложить и также выровнять. Давайте сделаем, допустим, поставить. И установка также может быть слитая, прикрепленная, либо же вставленная. Давайте сделаем прикрепленное. Все, теперь у нас будет прикрепляться такая вот сфера к нашему миру. Но для того, чтобы она у нас строилась, нам нужно сначала выбрать материал. Как это делается? Просто ЛКМ делаете. Вот так, допустим, по земле. И у вас убирается дерн. Все, теперь вы строите сферу из дерна. Вот так вот можете настраивать. Красивые такие вот холмики. В общем-то, да. Давайте сделаем, допустим, шахматный порядок. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот то есть сфера. И она такая вот шахматная получается. Если сделаем вообще 25% заполнения, то получается такое вот непонятное существо земляное. Короче, очень универсальная вещь. И мне кажется, что для строительства каких-то эпичных объектов очень пригодится. Ну а с вами был Кратофан. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. И также обязательно подписывайтесь на Телеграм и Дискорд. Там будут все новости. Всем удачи и всем пока.